О, Хикару! Да ладно! Ребята, с Накамурой играем! Ага, вот это подарочек! Давайте Д5! Честно, не ожидал такого. Особенно после ничьи в первой партии. Накамура как-то глубоко думает над ходами. Видимо, он тоже комментирует эту игру. Давайте пока скромно буду развиваться. Напал. Попробую напасть на ладью. И отступить сюда, а здесь я побью. Вот Накамура считает, что здесь у него перевес. Не знаю, Е4 он типа проводит сразу. Я не буду пугаться, я просто сделаю рокировку. Хотя, может быть, сейчас он меня накажет движением крайней пешки. Как вы считаете, реально ли это? Вот сейчас он крайнюю пешку отправит вперед и будет меня тут мотовать. Я пока Ц5 в духе... Да, вот смотрите, я прям чувствовал, что... Что-то готовит против меня Хикару. Какую-то каверзу мне. Но мне, видимо, надо Ж5 будет играть, да? На это дело. На Аш5, Ж5. Да, вот таким способом стараться держаться. И... Не знаю, надо как-то... Какую-то игру давать ладья Ц8, что ли. А он хочет коня, видимо, сюда привезти, чтобы не было Ж5, да? Это опасная идея. Надо поставить, может быть, на Д4. Пусть он побьет. Зато хотя бы линия Ц откроется. И поле Ф3 пока контролирует. Что-то... Так, Ц4 играет. Ладно, пока держу конем. Здесь он бьет. Бью. И рокировка в короткую, да? Ни одного хода не угадал от Накамура. Ни одного. Может быть, побить? Не знаю, пока... Пока Ферзь Д7 сыграю, креплю тут все. Пешку на Б7 защищу. И вот после этого хода, допустим, я разменяюсь на Ц4. И попробую сыграть... Конь А5, конь Ц5. Вот так перевести. По идее, это должно быть грамотным решением. Так, конь Ц5 поставил. Ладья на Д8 на всякий случай. А эту ладью, может быть, на Б8, чтобы защищено было. Нападает, да? На коня на моего. Ладно, давайте пока укрепим его. Сыграем Б6. Он сдваивается. А если я сюда пригоржу? Испугался. А если я нападу? А если я еще нападу? Так, ушел от разменов. Да ладно, вернулись. Пусть Хикару что-то изобретает. Мне тут ничего не надо от него. Так, пока не ясно, как он хочет изобретать. Может, Ферзя выкинуть в атаку? Вообще, далеко, конечно, Ферзем отхожу от дел своих. Давайте обратно. И попробуем теперь снова коня на А4. Так, он готовит какую-то игру против меня. Напал. Ладно, вернулся. Так, теперь переводик, да? Теперь Ферзем попробуем выскочить. Ага, предлагают размен, да? Кстати, размен не знаю, в чью пользу. Может быть, это даже в его. Однако, сыграю вот так, и здесь я побью пешкой, чтобы у меня линия Б была. Да, линия Б, попробую куда... Он, правда, будет мат мне тут пытаться ставить. Ой-ой-ой, нехороший товарищ Хикар. Как же мне его... Ладно, пока ладья Б6, буду стараться контр-игру. Здесь аж 5, что ли, сыграть? Ладно, аж 5, нельзя давать вскрытие. Так-так-так, забьем, ладно, это дело. Ладья тут удачно защищается. Может быть, удачно. Может быть, и не очень удачно. Попробуем сдвоиться, сюда зайти. Пока держит это дело. Как же мне-то играть? Нападать на что-то не вижу куда. Вообще не вижу хода. Чем он грозит? Слон Д5, напасть на эту пешку, да? Может, отойти? Давайте отойдем, чтобы Ф6 сыграть. Но Ф6, мне кажется, на самоубийство похоже. Сейчас он, наверное, не побьет. Или побьет он. А, он сюда хочет. И так вот мат мне объявляет. А если контру? Давайте контру игру. Мне кажется, я не могу тут стоять. Что-то опасно, блин. Блин, могу проиграть просто эту партию. Да, мне кажется, побил на Ф7. И тут что-то будет у него. Да, побил. Такого хода нет, случайно? Там мат, да? Так, ладно, отбили сюда. Связка. Он там матует, наверное, да? Как же сделать там? 5 секунд. 5 секунд. Ферзем защиту, ладно. Блин, отдаю слона просто. Ну, тут совсем плохо. Ну, блин, ребята, надо было что-то сделать. Нету ходов у меня, нету. Давайте хоть активизируем этого. А, мат получаю, да? Ну, бился как мог, ребят. Как мог сражался, но ничего не получилось. Хикаро беспощаден. Давайте анализ включим, посмотрим. Итак, давайте, вроде бы, была даже нормальная позиция. Ну, вот здесь, вроде бы, все в порядке. Спасибо зарядке. Давайте вот сюда перейдем. Вот так вот, чтобы было видно. Так, значит, здесь. Здесь тоже, вроде, нормально. Кстати, даже перевес у меня, но это с Накамурой вообще ничего не значит. Е5. Накамура теперь большой перевес. Я вообще боялся, что у меня тут прямая атака победит. Но. Какой-то неточность. Снова перевес. Конь Д4. Лучший ход. Конь Ив5 надо было, да, играть. Уходить из-под связки, типа. Лучше было отойти. Ну, ладно. И тут он сразу побил. Рокировку сделал. Мне казалось, что вот в этой позиции где-то у меня была нормальная игра. Да, вот здесь вот, например. Вот это вот. Надо было, да, вот. Идея, вот он показывает, наверное, правильно. Надо было здесь попробовать мне сыграть А6 и Б5. Вот так вот вскрывать игру. И, может быть, это давало бы хорошую игру за меня. Но я играю чисто от обороны. Вот тут у меня пришла эта идея в голову. Поставил ладью на Б8, чтобы где-то А6 и Б5. Но здесь я побоялся, что он поле Б6 заблокирует. Поэтому я сыграл Б6. Здесь он буквально подставляется под конь А4. Видите, я тут хожу туда-сюда. На камур отходит это повторение. Позиция равная. Ну, конечно, поддавливает он меня по времени. Ничего такого не было. Вот давайте дальше посмотрим. Там где-то я вскрыл линию Б. Б5. Вот опять он мне советует Б5 играть. Вот в этой позиции Б5. Попробовать подорвать его здесь. Но я играю опять в ферзь А4. Одноходовую угрозу создаю. Напал на пешку. И вот здесь линия Б вскрылась. Это, видимо, уже в пользу белых. H5. Да, это всё в пользу белых. Тут... Здесь уже, видимо, не мог я ничего придумать. Но не было у меня, по сути, никакого хода. Король H8 глупо смотрится, но остальные ходы тоже большой перевес белым дают. Видите, не получается. Контроигра по второму ряду. И здесь запотовали меня и поставили мат просто. Вот такая вот партия.